Среда складывалась на редкость удачно. Это был единственный день на неделе, когда одна из них могла забронировать конференц-зал в Корделия Роял. У второй была возможность слетать из своего штата на место встречи и обратно, не пропустив ни дня работы. А у третьей не было этих чертовых тренировок. После полудня облака разошлись, и небо было ясным, кристально-голубым. Интерьер отеля демонстрировал профессионально подобранные цвета и четкую, идеально выверенную геометрию углов. Вайолет Месмур ожидала в конференц-зале. Корни ее волос блестели сединой, и сквозь слои косметики пробивались намеки на немалый возраст. Темно-карие глаза наблюдали за подъехавшим к отелю автомобилем. Агенты опередили спешившего открыть дверь аттенданта, и из машины вышли двое. Голос в ее наушнике произнес. Майклс и Янг прибыли. Очень скоро они поднялись в конференц-зал. Янг, крепкая и жилистая, вошла первой. Светлые волосы собраны в пучок, на лице ни грамма косметики. Но природа навела макияж. Бессонные ночи вместо теней для век, постоянная усталость вместо пудры. Янг прошла и уселась на свое место. За ней вошел Майклс, солдат с коротко стриженными волосами. Сняв с себя очки капельки, он сложил их, сунул в карман пиджака и занял место рядом с Янг. В наушнике снова зазвучал голос. Ли на месте. Ким пока не показывается. Су Юн Ли, похоже, была занята совершенно другой встречей. Она вошла в конференц-зал, прижимая телефон к уху, и яростно споря с кем-то на корейском. Она была невысокой, длинноволосой и носила очки. С каждой фразой, выкрикнутой в телефон, она казалась все более расстроенной. Голос в наушнике неуверенно сообщил. Грин на месте. Девушка, вошедшая в конференц-зал последний, была одета в плесированную юбку, пиджак и галстук. Все в цветах формы доуской подготовительной школы. На каждый брошенный на нее взгляд, она отвечала ослепительной белозубой улыбкой, но глаза ее источали яд. Грин, хотя на табличке была написана Кассандра, а в досье, что читала Месмор, было не менее пяти других имен, села на свое место, закинув рюкзак под ноги. Она поставила на стол бутылку воды, положила рядом две розовых таблетки, откинулась на спинку стула и с усмешкой оглядела остальных. Ли, наконец, сбросила звонок. Охрана заперла двери и встала по местам, а Месмор заняла место во главе стола. Перед ней стоял диктофон. Вайолет протянула руку и нажала на кнопку Rack. Переговоры комитета по этике с заинтересованными группами на тему сценария Omega-K. Начало записи. Доктор Вайолет Месмор прокашливается и начинает. Я ценю, что вы все смогли прийти на эту встречу. Особенно вы, доктор Ян, ведь вы, насколько я знаю, заняты сразу в нескольких проектах по Omega-K. Благодарю, доктор Месмор. Приятно, и что меня пригласили. Доктор Месмор садится на свое место и вытаскивает портфель. Она продолжает говорить, открывая его. Для тех из вас, кто не знаком со всеми присутствующими, я доктор Вайолет Месмор, член комитета по этике. Доктор Месмор кивает на доктора Янг. Это доктор Эмили Янг, выдающийся исследователь по теме сценария Omega-K, с которым, я уверена, все присутствующие хорошо знакомы. Благодарю. Я много работала с Omega-K, включая исследование объекта, известного как SCP-3984, и мне хотелось бы внести свой вклад в столь важное решение. Доктор Месмор кивает, вытаскивает из портфеля несколько листов бумаги и продолжает говорить. Да, верно. Человек с кибернетическими усовершенствованиями, сидящий в конце стола. Эрик Майклс, заслуженный ветеран войны и один из первых, кто испытал на себе эффект Omega-K, насколько нам известно. Я не то чтобы важная шишка, меня просто взяли для безопасности. Да-да, нам всем очень нравятся греческие буквы, но не могли бы вы познакомить тех, кто не в курсе, со значением того причудливого термина, который вы-то удычите без перерыва. Доктор Месмор вздыхает про себя, вытаскивая из портфеля оставшиеся бумаги. Она поворачивается к Грин. Если вы помните вопросы организации учета сограждан, вы должны помнить, что Omega-K, то, что мы называем сценарием, с которым нам нужно жить, бессмертие. Я думаю, вы поняли. Доктор Месмор поворачивается к остальным. Человек, который нас перебил, Грегори Грин. Хотя я уверена, что сейчас имя уже изменилось. Это представитель отдела о пересадке тела в лаборатории Прометея. О, я не слышала этого Грин уже годами. Лучше к Асси, а то все никак не привыкну к новому имени. Грин улыбается и ждет ответной реплики. Никто не отвечает. В любом случае, несколько имен из прозвучавших здесь я видела в нашем списке клиентов. Так что, полагаю, присутствующие ознакомлены с сервисом, который я представляю. Да, я прошла процедуру. Доктор Месмор, не дав Грин прокомментировать, продолжает. И, наконец, представитель маршал Картер и Дарк, госпожа Су Юн Ли. Хотя мы ожидали прибытия господина Джи Су Кима. Су Юн Ли вытаскивает какую-то карточку и читает с нее. Госпожа Су Юн Ли не может заключать сделки и соглашения, связанные с продуктом гипнотролин. Она не может делать никаких заявлений от имени маршал Картер и Дарк. И все ее слова следует рассматривать как мнение частного лица. Су Юн убирает карточку. Господин Ци Су не приехал, так как не говорит по-английски. Ничего удивительного. Они просто нам прислали дипломатический эквивалент среднего пальца. В сторону Су Юн. Ничего личного. Не очень уместное замечание, на мой взгляд. Не будьте грубым, капитан. Хорошо, как все складывается. Можно не тянуть кота и порвать по-быстрому марш Картер-Дырковскую новинку на ссанные тряпки. Боже. Я надеялась, что это будет серьезное обсуждение. Извините. Просто я думал, что мы действительно сообразим что-нибудь вместе, а не станем отправлять мелких сошек на... Майклс умолкает под взглядом доктора Месмур. Заткнулся. Доктор Месмур поправляет бумаги и начинает читать первую страницу. Мы собрались здесь, чтобы обсудить в некотором роде аморальные практики лаборатории Прометея и компании Маршал Картер и Дарк в отношении решения проблемы бессмертия. Доктор Янг и капитан Майклс присутствуют, чтобы предложить варианты решения как с профессиональной, так и с гражданской точек зрения. В некотором роде аморальные. Это они. Оно. Торговец с людьми. Мясник. Госпожа Су Юн указывает на Грин. Простите, но все мы здесь порядочные женщины. Кроме мистера Майклса. Верно. Он забрался в чужое тело. От того, что вы торгуете, у людей непроходимые кошмары. Мы хотим найти способ положить конец обеим вашим практикам. И поскольку наши обычные методы не работают, нам придется пойти на сделку. Повторяю, я не являюсь ответственным лицом и не могу принимать решения о распространении и продаже гипнотролина. Тогда, госпожа Су Юн, при всем уважении, зачем вы здесь? Доктор Месмур раздает каждому присутствующему по паве страниц с возможными заблуждениями, допущенными при составлении бизнес-плана МКИТ. Я хотела бы сообщить некую информацию о гипнотролине и его подпольных аналогах. Очевидно, МКИТ и тут на руку неудачи их конкурентов. И хотя это должно было означать, что все большее количество людей могут получить доступ к аналогу вечной жизни и ближайшему эквиваленту смерти, На деле, миллионы людей остаются в своих телах, страдающими после употребления дефектной таблетки. Это не только лишает большую часть старых и неизлечимо больных людей выздороветь хоть в какой-то форме, но и приводит к еще более тяжелому существованию, чем жизни. Доктор Ян просматривает переданные ей бумаги. Мать моя, я этого не знала. Ну, я, например, знала. Я также хочу заметить, что до того, как изготовление гипнотролина было передано под контроль господину Цису Киму, конкурентов, пытающихся изготовить аналоги, не существовало. И какой прогноз? Все эти люди могут проснуться? Я не могу раскрыть эту информацию. В этих бумагах вы можете прочитать подробности относительно того, какими способами упомянутые конкуренты мучают своих клиентов. Самый известный дефект – непроходящий приступ сонного апнея. Однако есть и другие. Например, ходьба во сне, что, как вы понимаете, крайне опасна при отсутствии возможности проснуться, а также введение в перманентное вегетативное, а не коматозное состояние. Хотя дефектные препараты – не редкость в фармакологической промышленности, частота и сила этих дефектов наносят ущерб как клиентам, употребляющим данные препараты, так и обществу в целом, из-за необходимости привыкнуть к новому состоянию клиентов, так как их семье становится намного труднее о них заботиться. Это омерзительно. Это экономика. Госпожа Суил, вы упомянули о том, что до передачи права собственности конкурентов не было. Эти события связаны? Этот разговор записывается. Я не могу разглашать маркетинговые стратегии в то время, как здесь находится активный конкурент, на совести которого может быть необходимость перестановок в нашем руководстве. По-моему, этот вопрос уже не стоит. Если пхеньянская девчушка так хочет, я могу заткнуть уши. Видите? Я же говорил, дипломатический средний палец. Не могу сказать, кто из них действительно палец. Это не подделка и не предварительно записанное сообщение. Любые действия, влияющие на конкурентную способность лаборатории Прометея, повлияют на гипнотролин. Продукт крайне уязвим для любых внешних изменений. Доктор Месмур скрепляет еще несколько листов бумаги, чтобы раздать присутствующим. Несмотря на вышесказанное, госпожа Су Юн, ваши компании, возможно, предлагают более моральные решения. Каковы бы ни были действия, которые вы совершаете для увеличения продаж? Доктор Месмур раздает новые пачки листов, в которых подробно описываются действия, совершаемые лабораториями Прометея для успеха направления трансплантации тела. Я хотела бы особо обратить ваше внимание на похищение и подготовку субъектов, удаление мозгов и распространение ложных сведений о происхождении тел клиентов. Полагаю, остальная часть документа сама по себе достаточно красноречива. Это ни разу не похищение. С минуту все в полной тишине читают документ. Все еще не могу поверить, что Джойс пошла на такое. Со всем уважением, капитан Майклс, вы единственный из присутствующих, имеющий улучшение, благодаря которым можете избежать этого. Я родилась в 1989, а сейчас 2130, не так ли? Прошу присутствующих, не перенесших операцию, поднять руку. Капитан Майклс поднимает руку в полном одиночестве. Совершенно не удивлен, по-прежнему разочарован. Если бы не пересадка, большинство из нас были бы мертвы, или хуже, чем мертвы, или, по крайней мере, спали. Мне самой стыдно за то, что мне пришлось сделать, но я могу с гордостью заявить, я перенесла лишь одну пересадку. Ой, да ну, а в следующий раз мы обсудим индустрию бутилированной воды? Доктор Месмур бросает взгляд на Грин и поворачивается к ней. Вы сравниваете бутилированную воду с человеческими жизнями? Нет. Я сравниваю бутилированную воду с одноразовыми жизнями. Что, по-вашему, происходит с людьми, чьи тела мы используем для процедуры? Ровным счетом, ничего. Каждый месяц тысячи людей покидают планету. Еще тысячи разбирают на органы. Кого-то берут в рабство и все такое. Им от рождения ничего не светило. И будущее им тоже никакое не светит. Будет ли справедливо позволять зря пропасть такому материалу, когда те из нас, кто хочет жить, превращаются в гниющих заживо мумий? Иногда у них просто нету выбора. Конечно, это трудно понять, если ты вырос серебряной ложкой во рту. Слушай, как там тебя? Янг? Позволь мне посмотреть твое дело. Я точно скажу, откуда взялось твое... Нынешнее облачение. Дашь мне минутку. И это говорит мне взрослый мужик в теле восемнадцатилетней девочки. Лови далеко. Я, во всяком случае, сменила тело не только потому, что мне надоели собственные гениталии. Ага, нашла. Янг, тебя подобрали на улицах, в Литве. Это тело выросло в театре. Душ оно принимало в крохотных кабинках. Оно танцевало, щелкая каблуками и размахивая шляпой. Родители тела... Хм, как неожиданно. Пропали. Теперь это тело выполняет важную работу для великого фонда. Здоровое, энергичное и бла-бла-бла. Если бы оно не досталось нам, оно стало бы таким же гниющим жилищем личинок и червей, как многие другие. Живым удобрением, которое следовало бы соскрести с улицы и бросить в грязь. Не знаю, как вы все, а я считаю нашу отрасль перерабатывающей. Доктор Янг громко глотает воздух. Я могу посмотреть остальные твои файлы, если хочешь. Пожалуйста, хватит. Вы пришли сюда не за этим. Совершенно верно. Мы пришли решать проблему. И лаборатории хотят за это решение денег. Что? Конечно хотите, а как иначе? Вы же не ждете, что мы согласимся, так? Если вы не найдете гуманное решение проблемы, фонд откажет вашей компании в содействии. Доктор Месмур оборачивается к Су Юн. Или ваше, если на то пошло. Можете передать начальству. Хорошо. Су Юн достает телефон и набирает смс. Я сообщу, если они ответят. В смысле? Я понимаю, что основная проблема, о которой вы говорите, это утилизация. Конечно, мы можем запустить все вытащенные мозги в космос. Мы так и хотели сделать, но это было слишком дорого. Ага, куча живых людей болтается в космосе. Отличное решение. Ты же понимаешь, что... Нет, проблема не будет решена, если ты спрячешь ее на пару сотен тысяч футов выше уровня моря. И к вашим свалкам это тоже относится. Те люди еще там, и они все еще страдают. Маршал Картер и Дарк готовы принять меры против некоторых конкурентов в обмен на субсидирование. Они прислали тебе это? Да, иначе я бы сказалась более прямо. Народ, ну что за чушь? Да ну, ваш Макдак не пойдет громить все до единого на кассете в мире чисто за пару котлеток баксов. Между прочим, когда я говорила об утилизации, я не имела в виду, давайте забросим мозги в стратосферу, чтобы вокруг Земли было здоровенное желейное кольцо. Я предлагаю отправить их подальше. На Солнце. Солнце, блин? Ты серьезно полагаешь кидать живых людей на Солнце? Ну, Марс, например, это тоже огромный кусок бесплатной недвижимости, если Солнце тебе чем-то не нравится. Ты вообще слышала, когда я говорила о том, что они все еще живы? Знаешь, как только мне вернули уровень допуска, я сразу же полезла проверять, что доктор Майкл сделала с Пайлом, пока я отсутствовала. Доктор Месмур бьет кулаком по столу, и ее портфель с грохотом закрывается. Вы будете продолжать свою нелепую болтовню о бредовых идеях? Или, наконец, предложите мне идею адекватную? Простите, доктор Месмур. Я просто хотела объяснить, почему Грин идиот. Как? Месмур вздыхает и жестом призывает Янг продолжать. Доктор Майкл пыталась сжечь мозг, чтобы узнать, поможет ли это. И... и ничего. Мозг распадается, и его клетки все еще живы. И мы даже не можем узнать, остается ли личность в сознании. Солнце не выход. Доктор Месмур оглядывает всех и потирает переносицу. Боже, правый, вам всем за сотню лет, а вы ведете себя как дети. Доктор Месмур роняет руку. Извиняюсь. Ну, технически... Нет, Грин, ты не ребенок. Доктор Янг, мне известны ваши выводы относительно уничтожения мозга. На самом деле, второй причиной, по которой я пригласила на встречу капитана Майклса, это то, что он является тем решением, что мы ищем. Доктор Месмур указывает на Эрика Майклса. Я должен это все продемонстрировать, верно? Доктор Месмур кивает. Эрик снимает рубашку для демонстрации своих кибернетических улучшений. Протезы капитана Майклса смогли не просто сохранить его здоровье. Они сохранили его здоровье на уровне стандартах, принятых до Омега-Кей. И делают это уже сотню лет. При надлежащем финансировании, а также помощи в исследованиях со стороны как лаборатории Прометея, так и Маршал Картер и Дарк, подобные технологии могут быть расширены и улучшены до создания сложных органов частей тела или даже отключаемых по желанию кибернетических андроидов, экзоскелетов, в которых может быть размещен мозг. Комбинация обоих ваших решений, если хотите. Су-Юн встает с места, проходит в угол комнаты и звонит по телефону. Капитан Майклс, каковы долгосрочные перспективы вашего состояния? И под долгосрочными я имею в виду действительно долгосрочные. Ну, в общем, эти части портятся со временем, но их легко заменить. Я в этом не разбираюсь, просто делаю то, что написано в инструкциях. О каком типе андроидов мы говорим? Об очень разумных роботах или о мясных, неотличимых от обычных людей? В зависимости от финансирования, минимум которого необходимо достичь. Панцирь, для работы которого не требуется кислород. Это на время решило бы проблему перенаселения, поскольку люди смогли бы жить в ранее незаселенных районах, например, в океане. У нас на планете хватит металла, чтобы обеспечить такими штуками всех. У нас не хватает даже еды и воды. Су-Юн Ли возвращается и кладет телефон на стол дисплеем вверх. Господин Ци-Су слушает. Пожалуйста, продолжайте. О, похоже теперь. Мы стоим его внимания. На ломаном корейском. Аньо-Тио-Чи-Су-Инни-да. У-Ли-Нин-Дан-Ши-Нин-Кан-Пи-Со-Со-Ки-Пи-да. На английском. Продолжайте разговор, фонд. Мне сказали, что вы не смогли прибыть из-за незнания языка. Доктор Месмур брезгливо смотрит на госпожу Су-Юн. В любом случае, наши предложения сочетают в себе решения лаборатории Прометея и ваша. Мы предлагаем создать андроидов в количестве достаточном, чтобы можно было поместить в них мозги всего населения планеты. Основная прибыль пойдет не столько с самого продукта, сколько с обновлениями и деталями на замену старых по мере износа. Как... как телефон, пожалуй. Я знаю, что вы весьма бережно относитесь к вопросу рынка и считаю, что это решение может устроить все стороны. А чтобы решить вашу проблему, доктор Янг... Доктор Месмур достает телефон и принимается жать на кнопки. Я отправляю на вашу электронную почту письмо, содержащее все предварительные ресурсные расчеты, если этот план вступит в реализацию. Пока что я отправляю это только в фонд до тех пор, пока нам не предоставят финансированные иные источники. Ясно. Не буду говорить за наших корейских друзей, но лично я, если честно, ни разу не сосредоточена на рынке. Я сосредоточена на качестве получаемых переживаний. Если вы убедите меня, что ваш маленький андроидный проект предполагает полную настраиваемость и достоверность... Хм... я впишусь. Достоверность – ключевое слово, да, Касси? Настраиваемость... вполне равнозначна. Обращаясь к Янг. Не могу поверить, что сотню лет спустя его все еще волнует возможность Е... В ответ. Простые идеи для простых умов. Хочу добавить, что постоянные клиенты пользуются нашими услугами чаще, чем клиенты одноразовые. На случай, если кто-то считает мою ситуацию исключением, а не правилом. На данный момент возможность гибкой настройки первостепенна. Возможность выглядеть по-человечески стоит на втором месте. На первом – способность к совершению определенных действий, ходить, есть и тому подобное. Конечно, многие из этих действий не являются необходимыми, но учитывая, что людям до сих пор нравится вкусно поесть, даже когда у них дниют языки и вздувается живот, внесение этих функций в качестве дополнительных представляется нецелесообразным. Однако, мы можем заняться в том числе и аккуратностью, если кто-то существенно профинансирует нас сверх имеющихся прогнозов. Даже я должна признать, чтобы этот продукт был востребован, он должен выглядеть хоть сколько-то человечным. Хоть сколько-то? Нет, увольте. Я не хочу видеть... Да, теперь это засело у меня в голове. Спасибо, придурки. Я соглашусь на это. Я, черт возьми, поддерживаю этот проект. Если вы позволите лабораториям Прометея возглавить разработку эстетической стороны вопроса. И что, по-твоему, значит эстетичная сторона? Кожа, волосы, глаза, язык, ногти. Вот это все. Лишь бы ногти не драли из жителей Восточной Европы. Ха-ха, уржаться можно. Ты сказала это на литовском или на гуманитарном? Пакет? Нет. Они были бы синтетическими, но реалистичными в идеале. По вашим оценкам, в какую сумму это обойдется? Большая часть средств идет на сбор ресурсов. Конструирование и тестирование гораздо менее затратны. Погодите, погодите. Не все сразу. Сперва я хочу услышать, что скажут наши корейские друзья, дружно молчащие на два голоса. На корейском, в телефон. Этот вопрос к вам, не ко мне. На корейском. Не хочу. Кладет трубку. Он сказал да. Вы понимаете, что я буквально только что разговаривала на корейском. Вам не приходило в голову, что я в состоянии понять простые фразы вроде «я не хочу». Ким отвечает только за гипнотролин, поскольку это очень легкий и прибыльный рынок. Я умнее квалифицирования и гораздо более надежна. Я прорекламирую вашу идею тем, кто выше его компетенции, так же, как он сделал со мной. Мы свяжемся с вами по этому вопросу. Вау. Вот уж и не думал, что средний палец развернется в обратную сторону и укажет прямо на своего босса. Что ж, это как минимум приятный сюрприз. Госпожа Су Юн, вы уверены, что у вас достаточно полномочий, чтобы обещать это? Мне не нравится господин Су Су. Мне не нравится то, что он сделал с восьмию миллионами человек, если уже не больше. Я буду рада продемонстрировать вышестоящим лицам ваше коммерческое предложение. Мне не нужны полномочия. У меня есть надежный продукт, способности к сокращению расходов и навыки Powerpoint. Грин медленно аплодирует. Доктор Янг, капитан Майклс, вы хотите высказаться? Или вы согласны? Я готов позволить девочке помочь нам с этим проектом, но ей понадобится некоторый контроль. Наш контроль. Единственное из предложенных здесь решений, не вызывающее отвращение. Будем голосовать? У кого-нибудь есть еще предложение, которое, по его мнению, может понравиться остальным? Как я поняла, либо роботы, либо солнце. Я уже говорила, что мне более или менее пофиг. Наша жизнь – приятная штука, знаете ли. Давайте позаботимся, чтобы она такой и оставалась. Это не должен быть длительный проект. Надеюсь, когда мы все завершим, не произойдет ничего критичного. Если вопросов больше нет, будем голосовать? Я за. Я тоже голосую за. Капитан Майклс, Сую, Касси. За. Мне нельзя действовать от имени Маршал Картер и Дарк, пока я здесь. Я отправлю вам письмо, как только сяду за руль. Сегодня был учебный день, и я уже валюсь с ног. За. И помните, кому следует отдать разработку дизайна, когда вам придут денежки? Звучит так, что я уже об этом жалею. Отлично. Встреча закончилась раньше, чем предполагалось, что, несомненно, удачно для тех, у кого были планы на ночь. Мы можем разойтись. Или кто-то еще хочет высказаться. Грин, ты же на самом деле не ходишь в школу, да? Эй, лавида лока. Давайте пока приводить лавида в порядок. Конец записи. Все пятеро вышли из конференц-зала в тишине. Ли и Касси, улыбаясь друг к другу, зашли в первый лифт. Одна из них выглядела более наглой и самодовольной, чем другая. Но все подростки, не сахар. Все остальные поехали в вестибюль на втором лифте. Эрик и Эмили, попрощавшись с Вайлет на парковке, направились к своей машине. Обратно в аэропорт, а? Спросил Эрик, устраиваясь на водительском кресле. Не сразу. Сперва проедем немного на запад. Почему вдруг? Наш рейс всего через несколько часов. Я знаю. У нас есть время, можешь не волноваться. Я обещала показать кое-что твоей сестре. И сейчас подумала, что ты, наверное, тоже захочешь видеть. Может, я и нарушу этим несколько правил, но это место все равно уже давно заброшено. Погоди, Джойс прилетела сюда? Янг медленно кивнула. Вопрос важный. Стоит денег на билет? Тогда, я думаю, у нас найдется время. Отлично. Эмили начала набирать адрес. Эрик выехал с парковки и свернул на улицу с односторонним движением. И все-таки, куда мы едем? Повидаться с твоим братом. Эрик растерянно взглянул на Эмили, тормозя перед красным сигналом светофора. Ты же в курсе, что его могила в двух штатах отсюда? Я говорю не о могиле, Эрик. Я говорю о теле. Эрик замер. Несколько мгновений он пытался переварить услышанное. Затем пришли вопросы. Почему тело здесь? Что он увидит? Что случилось с Тони? Он подумал, что, возможно, не хочет этого знать. Но Янг не оставляла ему выбора. Между прочим, уже зеленый. И вправду. Эрик вдавил педаль газа в пол, и автомобиль рванул в сторону зоны 2718. Субтитры подогнал «Симон»